Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Значит, вы говорите о том, что вам нравятся парни, которые с вами холодны, а вы их пытаетесь вывать, просыпает свой интерес. Вот. И, соответственно, вы спрашиваете, как начать обращать внимание на тех, кому искренне нравитесь вы. Смотрите. Я думаю, что первое, на что имеет смысл обратить внимание, это на то, на то, ну, пожалуй, пожалуй, на то, что, когда такое происходит, то есть, когда происходит то, что вы обращаете внимание на, значит, ну, того мужчину, который с вами холоден, вот, пытаясь его, значит, завоевать, вот. Это история про проблемы личной границы, потому что эта игра, то есть, по сути, по сути, это такая игра, получается, что когда человек не проявляет к вам симпатии, да, то вы, как бы, к нему сами получается, ну, получается, тянетесь, вот. И, когда человек проявляет к вам симпатию, то вы, значит, чувствуете, что, ну, вам это неинтересно. На самом деле, вот, то, что вам это неинтересно, да, это больше про определенные таких, такие, я бы сказал, опасения. Это опасения. Да, опасения. Опасения именно, вот, относительно того, а как все будет. Вот, 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 как все будет, как все будет происходить. Вот, то есть, есть ощущение, что здесь вы боитесь, ну, сближаться. Вот, вы боитесь сближаться, боитесь сближения с человеком, поэтому для вас безопаснее вот кого-то завоевывать, потому что, когда мы кого-то завоевываем, вот, то мы не находимся с этим человеком в, ну, в контакте, вот, мы не находимся с ним в контакте. Вот, мы находимся с ним, вот, в какой-то такой борьбе, пожалуй, что, вот, поэтому первое, это личные границы, конечно, конечно же. Вот, второй момент, это то, что вы пытаетесь доказать, как будто бы, свою ценность, то есть, как будто бы вы сомневаетесь, сомневаетесь вам в своей ценности, вот, и через человека, человека, который не проявляет к вам симпатии, да, вот, вы пытаетесь доказать свою ценность, пытаетесь доказать, что вы ценность, то есть, для вас это, ну, просто способ, вот, способ доказать, что я ценностью. Ну, вот, то есть, вы, вы, вот, себя не принимаете. Вот, а, ну, по какой-то причине, вот, вы себя не принимаете, вы что-то, что-то в себе довольно сильно отвергаете. Вот, вот, а что именно вы себе отвергаете, нужно смотреть, вот, потому что, ну, вариантов здесь может быть довольно много, вот, очень много, поэтому тут нужно смотреть, вот. Вот, вот, а что именно вы себе отвергаете, и уже из этого исходить, вот, из того, что конкретно вы в себе не принимаете, вот. Вот, и последнее, последнее, на что я, пожалуй, хотел бы обратить ваше внимание. Это то, что, когда человек пытается завоевать внимание другого, вот, то что будет, когда он завоюет внимание, что произойдет, ну, что произойдет, когда он завоюет внимание. Ага, наверное, наверное, ну, наверное, ну, наверное, человек предполагает, что он может расслабиться. То есть, вы, вы, вот, как-то в напряжении, вы напряжены, вот. Вам, вам хочется расслабиться, вам хочется расслабиться, что, что, что будет, когда вы расслабитесь, что произойдет, когда вы расслабитесь. А когда вы расслабитесь, вы сможете быть ребенком, скорее всего, с человеком, по сути, вот. То есть, вы хотите быть ребенком, вы пытаетесь, как бы, занять вот такую детскую позицию в какой-то степени. Вот. Почему вы пытаетесь занять детскую позицию? Вы не позволяете себе чувства, не позволяете себе эмоции, на мой взгляд, по крайней мере. Не позволяете себе их проявлять. Вот. Ааа. Запрещайте их себе. Итак. Вы пишете. Полгода назад я развелась с мужем по его инициативе. Ну, я думаю, что, ээээ, развод это травма, эээ, психологическая. И вам ее необходимо помочь спрашивать, спрашивать, потому что, эээ, по всей видимости, на вас она до сих пор оказывает довольно сильное влияние. Вот. То, что вы, ну, то, что вы развили с, эээ, своим, эээ, супругом. Эээ, любой развод это травма. И на вас эта травма оказывает влияние. Вместе восемь лет, из них три года были браки. Вместе в этих отношениях я испытывал страх расставания и пытался официально заслуживать любовь мужа. То есть, то есть, ээээ, у вас есть тема принятия. И тема брошенности. Вероятно. Вероятно. Вас беспокоят. Да? То есть, как будто бы вот здесь, ээээ, значит, вы боитесь, что вас бросят. Вот. Вот. И чтобы не бросили, вы пытаетесь эту любовь заслуживать. Вот. Вы, выглядит это, по крайней мере, так, что есть у вас обида на, вероятно, кого-то из своих родителей. Вот. Которые, по-видимому, как-то вот демонстрировали вам вот эту вот историю брошенности. Ну, на мой, на мой взгляд, по крайней мере, то есть, понятно, что наверняка я не знаю. Вот. Ну, выглядит это именно так. А сейчас, вот, ну, вот, с моей, как бы, стороны. Дальше. Пытаясь забыть, посещала психолога, уезжала в отпуск, надо хотела на свидание. Значит, было видно, что молодым людям я интересен, они были настроены на продолжение, но я никакого интереса не чувствовала. Ну, чем вы работали с психологом? То есть, вот, ну, чем вы занимались с психологом? Какую проблему пытались решить со специалистом? Вот. Что это была за проблема? Вот. Какой проблемой вы пришли? Потому что, вообще говоря, психологи-то не помогают кого-то забыть. Забыть, ну, кого-либо забыть невозможно. Напротив, если человек забывает какой-то кого-то, то, на мой взгляд, он игнорирует опыт, который, ну, который у него есть. Вот. Вот. Поэтому, я думаю, что, если, 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 с, э, психологом вы работали над тем, что, чтобы забыть, э, э, ну, кого-то, кого-то, вот. То это далеко не, ну, далеко не лучшая история, на мой взгляд. И я бы сказал, что, как минимум, этот путь, вот, несколько бы никуда. Вот. Поэтому хотелось бы уточнить, значит, над чем вы работали с психологом. Дальше, значит, было видно, что молодым людям я интересный, и они были настроены на продолжение, но я никакого интереса не ощущал. Какого именно интереса вы ждете от себя. Если мы говорим про интерес, то интерес к чему? Ну, то есть, какой это интерес, на что он направлен, э, должен быть очевидно, что у него есть какая-то направленность, очевидно, что у него есть какая-то векторность. Очевидно, что, ну, у любого, у любого интереса есть свой предмет, вот, да? Так вот, на что направлен ваш интерес? Это же, как бы, ваш собственный интерес, получается, и хотелось бы, конечно, вот, понять, какого рода этот интерес, то есть, если, вот, вы говорите об интересе, вам интересно мужчине что? Да? Да? Вообще, природа интереса может показать, что вас беспокоит. Дальше, в интернете познакомилась с парнем, который понравился внешне по своей инициативе, но он первым оценил фото. Если честно, если честно, не понял, как это, но как будто бы здесь для вас важна инициатива. Поправьте, пожалуйста, если я не прав. Вот, значит, парень понравился внешне, могу сказать, это была влюбленность с первого взгляда. Да? То есть, человек попал, получается, вам в импринт. Вот, то есть, запечатленный образ, вы увидели в нем что-то, что вам нужно. Вот, вы говорите здесь о влюбленности, поэтому давайте мы с вами немножко здесь конкретизируем, как вы себя чувствовали с человеком, да, как вы себя ощущали с ним, какой. Он охотно шел на контакт, пошел на контакт, но востоков ничего не высказывал. Общались с урывками, а должен был сказывать в отсторге. Мог написать спустя пару недель молчания. Мне было очень интересно, что именно. Час человек казался умным, гуманитарий, свободный владением двумя языками. В литературе разбирается лучше меня. Прекрасное знание истории и интерес к искусству. Бывший преподаватель, остроумный и так далее. Вот, вы перечисляете его плюсы. То есть, как будто бы он лучше вас. Как будто бы. Вот. Для вас это важно. Я отметил их недостатки. Излишне жесткие мнения своего не меняют, порой саркастичные на грани желчи. Избалованный женским вниманием. Любящий одиночество. Бред. Закрытый. Вот. Тут такое чувство, что вы человека оцениваете. Да? То есть, вы подмельчаете плюсы, что вам нравится. И минус. Оцениваете его. При этом, есть чувство влюбленности. Как будто бы кто-то борется. Друг с другом. У вас. Я был его записал в разряд интересных, интересных знакомых. Ну, переписка со временем пошла оживленье. Он стал намекать на встречу. Ну, прямо не говорил. Опять же, здесь вы как будто бы ждете, что он это сделает. То есть, прямо скажет. В итоге не выдержал, а сама предложила. Он согласился, но без восторга. А должен был быть восторг. Сказал, что будет идти с тренировки. Можно прикуляться. В итоге на первую встречу опоздал. Шел с девочкой. Сказал, что это его знакомая по тренировкам. Бо прощался с ней и подошел ко мне. О целях и речи не было. Опять же, здесь история про как будто бы ожидания ваши. Вот. Меня уже было не спасти. Я тонула в его голубых глазах. Инпринт. Почитайте об этом. В интернете есть. Он говорил, что в депрессии сложный период жизни. Он действительно уволился с работы. Был в поиске. Потом много работал. Дистанционно. Часто готовился к соревнованиям. Очень наработал все выходные. Это правдивая информация. Опять же, как будто бы вы здесь его проверяете. Не доверяете ему. Это больше про... Собственно неуверенность в себе. Говорил, что сильно устает. Не хочет, чтобы я видел его в таком состоянии. Но я перестал ему верить. Как? Как вы сделали? Что вы сделали? Для того, чтобы перестать ему верить. И сначала мы договаривались, что наша встреча только для украшения и разнообразия жизни. Я не хотел чего-то серьезного. Я все еще чувствовал, что глубоко люблю бывшего мужа. Я ничего не требовал. А вот вы говорите, что любите бывшего мужа, но говорите, что тонете в глазах, в голубых глазах этого мужчины. То есть, ну, как-то вот, по-моему, протворечье здесь. Ну, но все же очень редко встречи, очень редко встречи меня напрягали. А чем? Однако я не высказывал недовольство, но могла пошутить по этому поводу. Да, то есть, вы как бы свои эмоции вот прямо не выращаете, сдерживаете их, они копятся. И в итоге это вливается в то, что вы высказываете вот все, что накопилось. Опять же, не совсем понятно, с чем вы работали с психологом. Вот, могла пошутить, например, если бросил высказку, я могла написать, уже забыл, как выгляжу. То есть, по сути, это вот такая манипуляция, немножко провокация. Когда случился перерыв в месяц, я прямо спросил, хочется общаться или лучше свернуть общение. Причем, заметьте, вы спрашиваете про него, но не говорите ничего про себя. То есть, что вы хотите, как вы хотите. Он написал мне отвратительное сообщение, что его раздражают подобные вопросы. Он устал, не хочет ничего выяснять. Я решила высказать все как есть. То есть, то, что накопилось, то, что могло бы быть разрешено в ситуации, мы его себе держали. Написала, что хорошо к нему отношусь, без негатива, не вижу ничего плохого в том, чтобы хотеть видеть человека, который нравится чаще, чем раз в месяц. Меня это все задело. А чем задело? Как? Я пожелал ему быть более внимательным к людям, которые относились к нему искренне. То есть, если вы встаете уже в позицию НР, в позицию родителей. Да, то есть, не получается быть ребенком. Да, вы уходите как бы в родителей. Как нужно, как надо воспитание. Вот тут агрессия такая скрытая. Он смягчился. Написал, что обнимает, что думал о серьезных отношениях со мной. Но я постоянно давлю, даже того не осознавая. Меня это еще больше задело. А чем? Я никогда не навязывалась, не навязывалась. Я могла не писать ему целый день, а он там вечером. И на этом все. А вот когда вы пишете, что он забыл, как вы выглядите, это не давление, вы считаете это не давление. Но то, что вы говорите про навязываться, это, конечно, про самоцерку и про то, что вы не делитесь с человеком чем-то. Это больше про такое немножко. Это больше про то, что вы чего-то хотите от мужчины. Но никак не про именно делиться тем, что вам хочется, тем, что вам интересно, тем, что вам нравится и так далее. Вот. Дальше. Я перестал писать ему сообщение, он тоже перестал писать. Понимаешь, что видимо есть какая-то причина, разомравилась или еще что-то. А почему вы решили, что вы ему нравились? Ну, вообще. Потому что, ну, по вашему тексту, я бы мог предположить, что он просто, просто вот проводил с вами время и все. И все. Вот. Из-за всего этого упала самоценка в депутативное состояние. Как именно она упала. Вот. И что именно вы о себе думаете. Вот. Значит, ну и вот. Дальше вы задаете свои вопросы, на которые я ответил. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Желаю всего самого доброго. Удачи. Благодарю. muchísimo долго, желаю провели. Мотови. Мотови. Очень приятного. Продолжение следует...